Есть ли риски по срокам сдачи в эксплуатацию новых жилых домов в Наринмаре, проверили на месте представители исполнительной и законодательной власти региона. Об итогах рабочей поездки в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Первым объектом был многоквартирный дом на пересечении улиц Ленина и Первомайской. Сейчас там идут работы на фасаде. Внутри проводятся сантехнические работы. Внутри штукатурка на 90% сделана. Перегородки все есть, санузлы все самые. Сейчас занимаемся еще подачей тепла, преской тепла. Закрываемся и будем переходить на отделочную работу. На объекте работают 15 человек. В ближайшее время команда рабочих пополнится. Дом планируется к сдаче в августе текущего года. Следующий объект на 98% готов к сдаче. Это многоквартирный дом на пересечении улиц Полярная и Пырерка. На данный момент идут работы по внутренней отделке. Установка дверей, поклейка обоев. У нас все подключено. Уже заведено. Тепло у нас лезет. Вода, горячая, холодная вода. Сколько надо будет в Брест? Она уже в колодце находится. Электричество, заявку подали. Электричество тоже они должны дать. Очевидно, что этот объект более готов, чем тот, на котором мы были до этого. Здесь даже сырости нет. Дом рассчитан на 41 квартиру. По плану в июле все работы будут закончены. Следующий объект на 65 квартир. Это дом по улице Октябрьской. Чистим котлы газовые, потому что котлы здесь индивидуальные. Они практически всю зиму отработали. Необходимо всех технического освидетельствования еще раз. То, что заменить. Сняли в части отопления местами. Потому что были моменты. Зима была холодная. Были моменты, что у нас там где-то она потекла. Поэтому сейчас эти вопросы... Испытание зимой дом выдержало. Да, выдержало. Такие морозы были. Испытание выдержало. Работало 65 котлов. За это время из строя вышло три котла. Но в процессе эксплуатации... Вы заменили. Мы заменили. Работы завершены практически на 100%. Новоселов ждут в мае. Далее ознакомились с готовностью многоквартирного дома по улице Авиаторов. Его планируют сдать до конца текущего года. Принять работы под следующий этап. Под заливку, отделку стен. И переходим уже практически к чистовой отделке. Готовим. Ставим перегородки, выравниваем стены, заливаем полы. И кабельную продукцию еще разбрасываем. Мы закрываем все полностью. Важный социальный объект Яслисад на 60 мест. Здесь будет 4 группы. От года до 2 лет и от 2 до 3 лет. В данный момент проводятся подготовительные работы. Мы вынесли все сети, которые мешали нам для разработки котловар. И завозим строительный материал. Планируем на следующей неделе уже приступить к заведению подземной части. Мы завезли уже весь материал еще по навигации. Остатки, которые у нас оставались, завезли по зимнему. Материалами мы для возведения подземной части и надземной полосу. В завершении рабочей поездки по строительным объектам губернатор округа Юрий Бездудный поручил профильному департаменту контролировать исполнение работ по каждому объекту в сроки. Основная цель поездки по этим объектам была, во-первых, вывести строителя из спячки и дать импульс всем строителям. Совершенно понятно, что на сегодняшний момент эти стройки отстают от графика. И причины, которые называют строителями, наверное, объективны. Но для нас самое главное, чтобы наши жители как можно быстрее переехали в эти дома. В такие дома. Поэтому сегодня совместно с депутатами проекта по этим жилищным объектам разобрали каждый объект, уточнили графики производства работ и будем очень жёстко контролировать. Добавлю, все объекты планируют передать на баланс городской администрации уже в этом году. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Телеканал Север.